Более миллиона квартир и частных домов за год подключил к интернету Ростелеком. Об этом сегодня Владимиру Путину на встрече в Кремле доложил глава компании Михаил Осиевский. Современные цифровые услуги становятся доступными в том числе и для людей в удаленных населенных пунктах. Так, по поручению президента в 2018-м был проложен подводный кабель на Курильские острова. И уже сегодня жители Турупа, Кунашира и Шикотана пользуются теми же сервисами, что и люди на Сахалине, причем по одинаковым тарифам. Также завершена работа по подключению к интернету более 9 тысяч больниц и поликлиник по всей стране. Теперь активно развивается телемедицина. Нашла речь и о планах Ростелекома на ближайшее время. Сейчас с правительством обсуждаем будущую программу подключения школ к высокоскоростному интернету. Сколько это будет стоить? Значит, 40 тысяч школ мы готовы подключить за 40 миллиардов рублей с оплатой и трафика до 2025 года. Что вообще считаете приоритетным до 2019-2021 год в ближайшие три года? Ну, по-прежнему мы считаем, что нужно завершить программу проникновения интернета, потому что это базовая среда, которая должна обеспечить развитие всех цифровых технологий для граждан, для бизнеса, для государства. Работаем по проектам кибербезопасности. Видим большой спрос как со стороны бизнеса, так и со стороны государства. Что Вы считаете важным, но в этой сфере не очень бизнес-привлекательным? То есть, где и в чём нужна была бы поддержка со стороны государства? По каким ключевым направлениям? Образование. Если говорить о кибербезопасности, мы видим большую потребность и для себя, и для страны в целом. В прошлом году даже провели Всероссийскую Олимпиаду, более 4 тысяч ребят приняло участие, победители поехали в Сириус. Будем проводить эту работу постоянно.